Добрый вечер, в эфире ВВЕСТИ, Карачао-Черкесия, в студии. Ярослав Щекланов, смотрите в нашем выпуске. Подвиги, которые нельзя забыть. Он стал героем России в 18 лет. Евгений Остроухов, пример уважения, мужества и отваги. Они приносят пользу обществу, ничего не требуя взамен. Сегодня принимали поздравления волонтеры. Труд молодых людей отметили почетными грамотами. Карачао-Черкесия стала площадкой для нейрохирургов, которые обучаются последним достижениям медицинской науки в области лечения военных травм. Поздравление с 20-летним юбилеем принимает коллектив Республиканского детского художественно-литературного журнала «Мамита Кей». Приближается памятная дата – День Героев Отечества в России. И этот праздник – дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград – звания Героев Советского Союза, Российской Федерации, Орденов Славы и Святого Георгия. 20 лет назад при выполнении воинского долга в Чеченской Республике погиб Герой России Евгений Остроухов. Сегодня в гостях у его родных вместе с представителями Росгвардии побывал и наш корреспондент Артур Мхце. Это был, пожалуй, редчайший случай в новейшей истории России. Уроженец небольшого города в Карачао-Черкесии рядовой Евгений Остроухов получает золотую звезду из рук президента страны Бориса Ельцина. Столь высоко был отмечен ратный подвиг 18-летнего паренька, несколькими месяцами ранее призванного в армию. Они попали в засаду и оказали сопротивление, воевали. Воевали достаточно долго, чтобы подошло подкрепление, чтобы их смогли эвакуировать. И местные жители их вечером забрали. Ночью они, наверное, забрали и прятали. А утром мы сообщили, что они живые. Он попал в госпиталь и где-то в апреле месяце его выписали. Четыре с половиной месяца это. Потом, значит, его забрали в Москву, там наградили. По словам матери, он не собирался связывать жизнь с армией. Однако судьба распорядилась иначе. После первой командировки в зону проведения контртеррористических операций, он несколько раз снова отправлялся для выполнения поставленных задач. Одна из поездок стала для Евгения Остроухова последней. О ней летом 2002 года он родным не стал сообщать. Сказал, что находится на лечении в санатории. Лейтенант милиции Остроухов трагически погиб во время спецоперации по пресечению действий незаконных бандформирований. Он был в жизни простым человеком. Он выполнял задачи так, как положено было. Всегда был первым, всегда был лучшим. И он был настоящий. Был настоящий. Это одна из характеристик, которые характеризуют человека. Он не был каким-то героем выдуманным. Он был настоящий герой. Человек был, который всегда знал, что делать. Всегда был готов выполнить приказ. Всегда был впереди всех. Я проходил службу в Северо-Кавказском округе. И я принимал участие в организации, в оформлении музея округа Северо-Кавказского в Пятигорске. И когда я делал экспозицию по героям Российской Федерации, как бы он был один из первых героев у вас. И он на баннеры, его самый первый. Пришлось уже более детально изучить его подвиг. И я был, честно говоря, ну, как бы удивлён. К слову, сын Евгения Валентин также решил пойти по стопам отца, выбрав военный вуз. Сейчас он служит в погранвойсках. О своём земляке не забывают и сотрудники отдела вне ведомственной охраны по Учжигутинскому району. Вместе с представителями Совета ветеранов и родными героя России Остроухова они отдали дань уважения его мужеству и отваге. На примерах таких людей и должны учиться новые поколения защитников Отечества. Артур Махцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Учжигута. Сегодня день волонтёров. В России таких людей-добровольцев уже более 21 миллиона. В Доме правительства отметили труд молодых людей, которые не первый год принимают участие в различных волонтёрских акциях на территории республики. На протяжении всего периода пандемии студенты образовательных учреждений помогали жителям Карачаево-Черкесии, ухаживали за пожилыми, и приносили нуждающимся лекарства и продукты питания. Участие волонтёров в добровольческой деятельности оказалось как нельзя кстати и после начала специальной военной операции на Украине. Формирование и отправка гуманитарной помощи мирному населению и всего, что необходимо военнослужащим. Молодые люди находят возможность, чтобы внести посильный вклад в общее важное дело. Сейчас работает горячая линия. По этой горячей линии семьи мобилизованных могут нам позвонить и сказать о необходимой помощи, которая им нужна. То есть это либо помощь по хозяйству, либо какие-то подарки детям. К Новому году также сейчас проходит акция «Коробка храбрости». Там включены подарки для семей мобилизованных для детей и для детей из больниц и детских домов. В период пандемии на плечи волонтеров легла непростая работа. Они днем и ночью спешили на помощь людям. В Крачево-Черкесии немало таких добровольцев, которые сейчас проводят различные благотворительные акции. Среди них и Руслан Байрамуков. В течение пяти лет он активно участвует в общественной жизни республики, занимается благородным делом. Руслан Байрамуков организовал семь благотворительных концертов и фестивали для детей-сирот и детей-инвалидов. За добросовестный труд и развитие волонтерской деятельности Руслан Байрамуков награжден почетными грамотами правительства и Народного собрания республики. Также памятная медалью президента России за бескорыстный труд и акцию «Мы вместе». Я пришел в благотворительный фонд «Территория Милосердия» в 2018 году. За пять лет у меня правительство, руководство республики как-то старается нас поощрять грамоты, сувениры. Хочу, чтобы побольше было добрых людей у нас. Спасибо главе республики, руководству страны, которые нас сейчас поддерживают. Сейчас время прогноза погоды. После мы продолжим выпуск. Субтитры предоставил DimaTorzok Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днем 0-2. Семнадцатого декабря. Ярослав Забашный. В Кисловодском цирке. Спешите. 5-8-5 золотой. Лучший. Момент. Сейчас. Сейчас скидка до семидесяти процентов. Золотой подвес с бриллиантом и изумрудом. Всего от четырех тысяч шестисот восьмидесяти рублей. Лучший момент. Сейчас. 5-8-5 золотой. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00 Продолжаем выпуск. В Республиканской клинической больнице под эгидой Российской Академии Наук прошла конференция нейрохирургов. Карачаево-Черкесия стала еще одной площадкой Северного Кавказа, на которой нейрохирурги региона обучаются последним достижениям медицинской науки в области лечения военных травм. Подробности далее. Впервые в нашей республике прошла конференция нейрохирургов СКФО, организованная Министерствами здравоохранения России Карачаева-Черкесии. Ранее подобные встречи проводились в других субъектах округа. Эта идея прорабатывалась с нами вместе с академиком Крылом Владимиром Викторовичем, главным нейрохирургом России, уже примерно в течение полугода. Рашид Бориспович поддержал идею проведения этой конференции. И вот сегодня собрались нейрохирурги Северного Кавказа. К сожалению, раньше эти конференции прошли во всех регионах, кроме Карачаева-Черкесии. Вот сегодня мы восполняем этот пробел. Мы хотим поговорить о нейрохирургии, о ее развитии, о том будущем, которое ждет всю нейрохирургию страны, в том числе, чтобы Карачаево-Черкесская республика не отставала. Мы обсудим пути развития этой службы в нашем регионе. В рамках конференции были разработаны актуальные вопросы, среди которых проблема оказания помощи пострадавшим от огнестрельного ранения, осколков боеприпасов с черепно-мозговой травмой, сосудистыми заболеваниями головного мозга, с эпилепсией и другими. Принципиально важное значение имеет сам факт встречи, сам факт этого события. Дело в том, что эти встречи помогают, дают достаточно мощный импульс развитию нейрохирургии в нашем регионе. А это имеет большое значение для жителей наших республик. Как отметили на конференции, в регионе за последние годы формируется молодая профессиональная команда нейрохирургов, которая ставит перед собой высокие задачи, активно внедряет и осваивает передовые технологии. Нейрохирургия за эти годы несколько выросла. С того момента, когда занималась только черепно-мозговой травмой и краниопластиками, в настоящее время выполняется довольно широкий объем нейрохирургических пособий. Начиная с экстренной нейротравмы, как черепно-мозговой, так и позвоночно-спинальной. И многие плановые вмешательства. Сегодня перед врачами стоит задача вывести нейрохирургическую службу Республика СКФО на качественно новый уровень, чтобы успешно оказывать медицинскую помощь его жителям и военным, принимающим участие в спецоперации. Мурат Женкьюзов, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Поздравление с 20-летним юбилеем принимает коллектив Республиканского детского художественно-литературного журнала «Мамитакея» «Дуванчик», печатающегося на ногайском языке. Подарок к юбилею печатного издания сделала жительница аула Дильхалк Ирина Джазова, которая сейчас проживает в Новом Уренгое. При ее поддержке выпустили полноцветный юбилейный номер журнала. А сам праздник прошел в филармонии Черкеска. Алла Динаева подробнее. Уже в филармонии начался праздник. Здесь же была организована и выставка из 80 номеров детского журнала «Мамитакея», вышедших в течение 20 лет, которые могли посмотреть гости, пришедшие на торжество. А это руководители министерства и ведомств, писатели, учителя, общественные деятели, студенты и школьники. Сегодня в зале собрались люди, чья жизнь и деятельность так или иначе связаны с детским журналом. Юбилей – это новая страница, это подведение итогов за прошлые годы. «Мамитакей» во многом способствует развитию мышления, пополнению словарного запаса, расширению детского кругозора. И сегодня в юбилейне для журнала «Год» от имени министра Карачаева Черкесской республики по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Альберта Мусабича Кумукова от всего министерства хочу поздравить «Мамитакей» с 20-летием, пожелать ему сотрудникам здоровья, благополучия и дальнейших творческих успехов в воспитании подрастающего поколения. Кроме поздравлений, юбилярам были вручены почетные грамоты и благодарности. Выступавшие отмечали, что с момента издания журнал «Мамитакей» стал популярным и печатным изданием для семейного чтения, предметом воспитания и передачи подрастающему поколению богатой истории и культуры нагайского народа. Вчера я на сцене югостинского города Цимвала поздравлял с 95-летием югостинский журнал «Фидео». Сегодня я здесь, в Карачаево, Черкесии, поздравляю «Многайский журнал» с 20-летием. Наверное, это счастье, что у нас такая многонациональная, многокультурная, многоконфессиональная Россия. Аж Магомед Катаганов стоял у истоков создания и еще раз напомнил историю возникновения журнала и выразил благодарность каждому, кто внес свою лепту. Трудные дни для журнала. Ничего она не жалела. Аутмай, большое тебе спасибо. Действительно, действительно журнал вышел, родился, если так сказать, в стенах редакции газеты. Основателем и первым главным редактором детского журнала «Мамит-Экея» был народный поэт Карачева-Черкесии Аскер Бий Суинаевич Киреев, стихотворение которого читали в этот день учащиеся школ Хабесского и Ногайского районов. Поздравить юбиляров пришли и депутаты парламента республики. В честь юбилея журнала «Мамит-Экея» за вашу многолетнюю творческую работу в духе патриотического воспитания молодого поколения желаем творческих успехов в вашей работе. Приятных отзывов о проделанной 20-летней работе, теплых и искренних поздравлений, адресованных коллективу детского журнала «Мамит-Экея» в этот день было много. «В светлом зале сегодня собрались истинно верные, самые добрые и желанные мои друзья и гости». Аладинаева, Светлана Кокова, Ислам Урумов, Вести, Карачева, Черкесия. Это все вести, а прямо сейчас смотрите «Тайны следствия». Субтитры подогнал «Симон»!